Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Движение французских высокоскоростных поездов TGV сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью, сообщил в пятницу телеканал BFM TV со ссылкой на комьюники национальной кампании железных дорог Франции SNCF. Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится в Париже в пятницу вечером. Этой ночью SNCF стала жертвой нескольких одновременных злоумышленных актов, затронувших Атлантическую, Северную и Восточную линии высокоскоростных поездов. Умышленные поджоги были совершены с целью нанести ущерба нашим объектам, приводит телеканал заявление компании. На северном направлении с раннего утра остановлено сообщение между Парижем и Лилем. Возобновление нормального движения поездов ожидается только 29 июля, указывает на своем сайте сама SNCF. Помимо этого сообщение было прервано между Парижем и городами Тур и Лиман на западе страны, на линии наблюдаются сильные перебои. Аналогичная ситуация сложилась и на восточном направлении, где движение поездов также было значительно затруднено. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля, сообщила компания. SNCF сообщила, что злоумышленный акт также был предотвращен на юго-восточной линии, там сообщения нарушено не было. А тем временем СМИ раскрыли, за что в Белоруссии приговорили казни гражданина Германии. Рика Кригер фотографировал по заданию СБУ в Осиповичах, Могилевская область, пусковые установки «Искандер», сообщила белорусское госиздание СБ «Беларусь сегодня». Со мной связалась СБУ. Сказали мне, что я должен ехать в Беларуси и уже в Беларуси получить и дальнейшие инструкции. Мне прислали координаты, с которых я должен ввести съемку и картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник. «Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позицией», – приводит издание выдержки допроса Кригера, которые зачитывались во время судебного процесса в июне в Минске. По словам подсудимого, с этого места он должен был сделать фотографии поверх забора. Кригеру поручили купить военную форму, после чего он забрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон, которые он позже на железнодорожном вокзале, откуда выезжал в Минск, переслал своему куратору из СБУ. Фотографировал он территорию воинской части, хранилища, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер», осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы, говорится в материале издания. По его данным, погрузочно-разгрузочная платформа железнодорожной станции «Озерище» под Минском, где Кригер в октябре прошлого года оставил по заданию СБУ изъятый из тайника рюкзак и где позже произошел взрыв, периодически используется и для погрузки военной техники. Издание утверждает, что спустя несколько часов после взрыва на станции была запланирована погрузка танков в белорусской армии. В итоге погрузку перенесли. «Наши танки должны были направиться на полигон, каждый полностью заправлен топливом», говорится в материале. Минский областной суд ранее признал Кригера виновным по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте о наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, в агентурной деятельности, умышленном повреждении пути и сообщения. Немец не стал обжаловать приговор, решение вступило в силу. А в Париже на этом фоне творится настоящий ад. Спортсменов постоянно грабят мигранты, Олимпиада еще не началась, а Макрона уже проклинают. Но главное, люди не хотят брать билеты на церемонию открытия, боятся терактов. Сейчас обо всем расскажем, а пока… В Российской Федерации разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы смартфона выпускает тюменский бренд Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них. А еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами – Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенового силикона не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные деньги. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннеса. В них более 100 спортивных режимов и титановый корпус. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм. На 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic, а разрешение дисплея как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе. Стоит в разы меньше американцев. Сканируй QR-код или переходи в описании. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод М2407 на скидку до 500 рублей. А мы продолжаем. За день до официального старта Олимпийских игр в Париже против иностранных спортсменов были совершены настоящие рейды. Бездомные иммигранты напали на несколько делегаций, украв ценные вещи, еду, одежду и спортинвентарь. Беспрецедентный скандал. Франция как никогда близка к международному скандалу. Иностранцы высказали Макрону, но он все еще молчит. Сообщается о переносе некоторых игр, футбольного матча и, предварительно, велогонок и кроссфита. 25 июля стало известно о первых ограблениях иностранных спортсменов в Париже в преддверии начала Олимпиады 2024. Первые подробности и заявления делегаций прозвучали буквально несколько часов назад. Макрону многое высказали, но неприятности на Олимпиаде продолжаются. При этом известно, что нападения были и после этого. Местные службы безопасности ничего не сделали с этим. Так, ранее в сети было опубликовано видео, записанное одним из австралийских велогонщиков, на котором продемонстрированы последствия нападения маргиналов. Сообщается, что прибывшие в Париже для участия в Олимпиаде спортсмены подверглись грабежу. На их автомобиль напали и вытащили все личные вещи. При этом сумки лежат недалеко от самого автомобиля, полностью разорванные, а часть личных вещей сломана, порвана и передавлена. Источники заявляют, что нападение совершено бездомными иммигрантами. Они украли почти все велосипеды сборной, сожрали всю их еду и даже украли трусы. И это при том, что многие маргинальные группы в преддверии Олимпиады были насильно переселены в другие города и регионы, чтобы избежать таких вот скандалов. А чуть менее маргинализированные группы, по сути, заперли по домам и выпускали при полном электронном сопровождении, использовались QR-коды. Ограничения должны были быть сняты только 26 июля. Поэтому каким образом осуществлялись налеты за сутки до, непонятно. Скандал беспрецедентный, настолько плохо организована система безопасности в Париже, что подумает страшно. Такого еще не видели ранее. Это еще не все. Запланированный футбольный матч между Аргентиной и Марокко перенесен из-за нападения на спортсменов. Сообщается, что предварительно были перенесены и другие игры. Преступники также вломились в автомобиль, были украдены кошельки, кольца и часы спортсменов. Спустя сутки пришли первые подробности. Ограблен был футболиста сборной Аргентины Тиягу Альмаду средь бела дня. Тренер команды Хавьер Маскерана не сдержался и высказал все местным службам и Макрону, который обещал полную безопасность. Вчера воры добрались до нашей собственности. Вещи Тиягу Альмады были украдены. Организаторы игры просят у нас удостоверения на все, но потом происходят такие вещи. В матче с Марокко болельщики 7 раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами. После этого было совершено третье нападение. По данным издания Абзац, первого в истории олимпийского чемпиона по БМХ фристайлу австралийца Логана Мартина ограбили на пути в Париж. Спортсмен опубликовал видео с места происшествия и рассказал, что грабители разбили окно фургона и похитили его личные вещи. Вы думаете, скандалы на этом закончились? Как сообщает издание Лекип, в Олимпийской деревне в Париже спортсмены пожаловались на нехватку еды. Мол, на завтраке было мало яиц, скорость пополнения запасов продуктов тоже оставляет желать лучшего. Компании, занимающиеся организацией питания в Олимпийской деревне, признали проблему и заявили, что активно работают над ее решением. Китайские спортсмены, прибывшие в Париж, массово жалуются на отсутствие в автобусах и в местах проживания банальных кондиционеров. При том, что погода в Париже невероятно жаркая в этом году, оправдывается это экологической инициативой. Экологическая инициатива Парижа, так в середине 2024 года в Европе называют нищету, оказывается, по отсутствию кондиционеров распространяется не только на места проживания иностранных спортсменов, но и на транспорт. В автобусах тоже кондиционеров нет. Китайские спортсмены ездят с мешками со льдом, потому что плюс 31 в автобусе даже при открытых окнах. И некоторые, судя по видео, просто майки снимают, рассказал автор канала Китайский связной. Удивителен тот факт, что невостребованными остаются не только билеты на соревнования. За 4 дня до старта в свободной продаже можно найти 4000 билетов на церемонию открытия игр, хотя ранее это была самая популярная часть программы. Раньше билеты на нее было невозможно достать за несколько месяцев до старта. Как отмечают французские СМИ, цены на билеты в Париже в целом невысокие, даже ниже, чем на игры в Лондоне. Но если в Британии был аншлаг, то французскую столицу ждут пустые трибуны. На то есть две причины. Первая заключается в проблемах безопасности. Французы в принципе не доверяют своей полиции, а на Олимпиаде ждут терактов и других преступлений. Вторая причина – отсутствие русских спортсменов. Без участия сборной России там смотреть не на что. Одно дело – турнир по баскетболу, где 39-летний Леброн Джеймс пойдет за своим третьим золотом. Но как быть с остальными видами программы? Русские спортсмены всегда были сильны в плавании, единоборствах, легкой атлетике, различных игровых видах спорта. Но МОК своим решением лишил болельщиков этой интриги и теперь пожинает плоды своей деятельности. А знаете, что самое смешное в этой ситуации? Организаторы игры уже признали провал, честно рассказали о непроданных билетах. Западная пресса полощет Париж по полной программе. Но МОК так и не вынес урок. Зимние игры 2030 года условно отдали той же Франции, соревнования состоятся в Альпах. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.